Сегодня мы будем делать с вами налистнички по моему рецепту. Для налистников нам понадобится 4 яйца, 2 ложки крахмала, я люблю с крахмалом, они выходят более тонкие, непосредственно сама мука, молоко и сахар. Значит, это такой венчик компании Faberlic, я его покупала месяца два и, к сожалению, он у меня поломался. Вот тут проволока лопнула, это пластмассовая штучка есть сама, а вот железная лопнула. Заказала с Ikea, жду. Значит, мы взбили наше тесто венчиком, вот до однородной массы, оно без комочков. И тогда я беру аполлончик наш и определяю, сколько добавить молочка. Просто развожу его, нашу массу, развожу молочком. Как всегда, я забываю что-то добавить, и в этот раз получилось растительное масло, я забыла добавить. Но ничего, это можно все исправить. Масло растительное я наливаю на глаз, первого блинчика сковородочку я промазываю растительным маслом, а потом уже я не промазываю. Все, наше тесто готово. У меня на леснике едят в основном, как говорятся, пустые, то есть или со звущёнкой, или с вареньем. В принципе, я люблю, конечно, с начинкой. Люблю очень с творожной начинкой, с яблоками люблю. Мы когда-то даже делали с бананом, вот. Поэтому банан можно на сковородке карамелизировали с сахаром и делали. Но его надо, конечно, вот приготовил и скушал. Такая на сковородке такой блинной, торговая марка Биол, это наш производитель. Очень довольна этими сковородками. Они, в принципе, бюджетные и хорошо справляются с своей задачей. Сковородка наша нагрелась. Я её смазала растительным маслом. И будем выпекать сейчас наши блинчики. Блинчики с крахмалом, они всегда выходят, в принципе, тоненькие. Единственный минус в блинах с крахмалом, тесто постоянно нужно помешивать. Потому что крахмал оседает и остаётся внизу, и получается, равномерно он распределяется. Я люблю блины с крахмалом. У меня свекло пекла с крахмалом. Не знаю, как сейчас с крахмалом печёт или нет. Можно и с мукой пекти, но у нас почему-то прижился рецепт с крахмалом. Я знаю, что у каждого свой, в принципе, рецепт блинов. И хотела поделиться своим. Когда мне хочется зажарить, чтобы такая корочка была, а иногда нет. Но, в принципе, когда я морожу, я не зажарю, потому что потом идёт на заморозку. Но сейчас я это не буду морозить. Это мы сейчас... Сын покушает и дочка с вареньем. Сын и зубщёнка любят. Поэтому это так, на перекус только. Вот такие у нас блинчики с вами получаются. Вот такой блинчик. Пробуйте, девочки, на крахмале. Он действительно тонкий, вкусный. И я знаю, что многие пекут по-разному. Ну, и попробуйте этот рецепт. Недавно читала... Девочки, мальчики, кто меня смотрит. Я недавно читала, как проверить масло. Нужно в кипяток, в стакан налить кипятка, бросить чуть-чуть масла. И оно должно разойтись. Если это спрейт, или там есть пальмовое лея, или какая-то нехорошее масло, оно возьмётся куском. У меня масло, я часто его беру. Масло САТБ, сейчас я покажу. Это масло Делюкс. Оно, в принципе, стоит 61, по-моему, или 62 гривни. А по акции 40. Ну, в районе 40. В принципе, на вкус оно мне очень нравится. И ещё мне нравится их масло ВАТБ. По спецзаказу. Оно идёт такое, не вот это, как бы, идёт фолье, а то идёт такое в бумаге. Ну, вот сейчас у меня чайник закипел как раз. И бросим кусок масла, и посмотрим, настоящее масло или ненастоящее. Значит, вот кипятка я налила. Бросаем наше масло. И надо взять ложечку и размешать. В течение минуты там пишут, что надо подождать. Всё нормально, это масло, девочки, смотрите. Значит, водичка должна... Вот у меня тут кипяток. Я насыпала кусочек масла, вот отсюда отрезала. Так, и водичка должна быть светло-жёлто-мутной, вот типа такого. Смотрите. Я девочку смотрела в инстаграме, ну, и она говорила, что должно вот так растаять. Ну, вроде бы, хорошее масло. Так. Хотя она говорила, да, она вот брала две пачки масла одного производителя. Как бы всё там совпадалось. И одна пачка была хорошее масло, а другая нет. Всё, растворилось масло всё. Видите, оно такое... Оно как и стало... У неё там получается, если не масло, не масло, если там пальмовое, или там всё, оно бралось вот таким куском, и всё. А если вот было масло, оно полностью растворялось, и такое превращалось в водичку. Значит, масло прошло проверку кипятком. Вы можете в интернете посмотреть, в принципе, как этот эксперимент проводят. Но, вот видите, оно берётся, вроде бы, таким комочком. Вот, смотрите, сейчас берётся комочком. Таким, ну, уже на телефоне не видно. А потом оно растворяется. То есть, тест пройден. Значит, будем брать такое масло. Вот, видите, берётся, вроде бы, как бы комочком, но на самом деле это не комочек, это жирочек. И вот она рассказывала ещё по поводу жирности. Все думают, что вот лучше брать 82%, что 63%, там 72%, нельзя брать... Ну, как она говорит, что вот в 82%, значит, тут идёт 82% жира, ну, грубо говоря, 80%, да, процентов, а 20% воды. В 83% там 70%, ну, 73% жира, а то всё остальное вода, до 100% вода. Просто оно менее жирное. Я всегда думала, что 82% надо брать, потому что оно, как бы, самое хорошее масло. Она говорит, нет, как бы, что и то масло хорошее, и то хорошее масло. И она очень много брала масел, проверяла по 73%, и это... Ну, то есть, это масло будет можно брать. Всё, водичка стала полностью. Вот оно даже постояло, минутку там она говорит. Значит, будем брать. Девочки, ещё забываю вам сказать, рассказать за мои губки. Раньше я пользовалась такими, тоже таких размеров губки. Это вот я, которые пользуюсь сейчас. Они идут в трёх цветах, жёлтая, салатовая и розовая. Так, это фирма Freaking Borg. Вы знаете, они мне так вообще... Я думала, что эти губки не очень хорошие. Они меня так порадовали, и я к ним провыкла, и теперь только беру их. Хотя раньше брала антибактериальные, тоже, по-моему, Freaking Borg. Но вот они более такие плотные, их руку тяжело взять. Вот у меня, допустим, сестра, она любит маленькую губку. Ну, она половину где-то, по-моему, такая маленькая любит. Я люблю такие побольше губки. Но она настолько вот, как бы, такая, как бы гибкая, плавная. Она очень хорошо сжимается и разжимается сразу. Вот обратите ваше внимание, довольны ими. Очень нравились, очень понравились. И буду период, ну, какой-то период буду пользоваться. Хотя, вот, пока не с ним попробуешь что-то свое. Вот у меня иногда, я вот как привыкла что-то одно покупать и пользуюсь им. А бывает, что-то попробую новое. Вау, оно супер. И пробую. Так же с этими губками произошло. Моих не было, этих антибактериальных. И взяла эти. И очень осталась довольна. Так что, обратите внимание. Кто мне смотрит, я делаю всегда сухари и панировочные свои. Иногда, конечно, покупаю, но, в принципе, это редкость. Значит, вот смотрите, хлебушек, который у меня остался. От булочек, от бутерботов я сделала. Там, какой-то, еще вот такие кусочки у меня остались. Темные иногда, как бы, вот беру. Я его хорошо подсушила в духовочке. То есть, у меня такой, ну, такой хороший. Хорошо подсушила. И в комбайнерах буду отправлять. Туда будут добавлять, там, Ральфик кушает на заднем плане. Туда я еще к сухарям буду добавлять немножко сольки. Значит, красный перец. Гранулеваный чеснок. И кукурму. И кукурму. Вот у меня такая кукурма желтенькая, чтобы свет, как бы, придала. И потихоньку буду всех отправлять. Перебивать в блендере моем. Ну, перебивать моем комбайнер. И получится у меня панировочный мои сухари. Девочки, сегодня получила такую водичку от Арифлейм. И она мне очень понравилась. Она сейчас по акции в Арифлейме. 320 гривен. Но, по-моему, уже по каталогу этот каталог уже не работает. Довольно такой приятный аромат. То есть, ну, достойный. В принципе, она стоит 320 гривен по акции. И имеет достойный аромат. То есть, советую. Это, как бы, знакомая занимается. Это, получается, знакомая через знакомую занимается Арифлейм. Ну, и она вот принесла каталог. Я посмотрела. Думаю, ну, почему бы нет, закажу. И такой очень достойный аромат. Музыка. 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 посмотрим какие наши сухарики вышли вот такие сухарики вышли они довольно мелкие такие как главное их подсушить хорошо такие как в магазине то есть можно какие-то еще свои добавить приправы там допустим какие-то базилик любые приправы которые вы хотите можете добавить это в принципе меня устраивает вот красный перец соль и кукурба она такой дает желтенький чуть-чуть цвет и я делаю люблю наггетсы конечно котлетки иногда делаю но вот наггетсы в основном наггетсы делаю с этими сухарями наггетсами так что делайте и девочки свой рецепт сухарей это очень легко просто и быстро вот такой пол баночки у меня вышло сухарей я еще и поставлю сухари будут ждать своего часа когда мне понадобится я эту баночку тоже покупала втб сегодня я свои видео буду заканчивать спасибо кто просмотрел мои видео поставил лайки и кто пишет комментарии мне очень приятно обратная с вами связь и каждый комментарий мне очень приятен кто не подписан на меня подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии у меня канал еще очень молодой мне будет очень приятно каждая подпись сюда ваша поддержите меня своей подпиской на мой канал мне будет очень приятно всем пока пока